Саженцы Давайте полюбуемся на саженцы, которые вам предлагает рынок. Ведь зимой торговля саженцами не прекращается. Полюбуйтесь, вот эта фотография сделана на рынке, это стенд. Вот, еще очень внимательно, только сейчас сам заметил, вот слева видите вот этот вот, видите там розочки, розочки, розочки. Я потом специально обращу на это внимание. Дело в том, что я вас научу стопроцентно отличать мошенничество. Глядите, саженцы, которые предлагает рынок. Вот, здесь есть все. Вот он абрикос Байкала. Нет, у них не абрикосы Байкала. У них фотография с Лямзина. Вот эти фотографии с Лямзиной из интернета. Да. Вот. Потом, специально не делая акцент, приглядитесь. Потом вы, когда я буду листать свои, я же обещал все тысячи своих пролистать, вы угадаете, откуда две фотографии взяты еще. Вот. Намекаю. Интригую, знаете так. А то вдруг сейчас засыпать начнете. Смотрите дальше. Это уже лет шесть или семь я этот снимок уже в несколько раз показывал. В одном журнале, в одной газете, в одной телепередаче. Смотрите. Прям фотографию тыкал в этот, в телекамеру. Мель баранный. Жегловская. Да. Персик далный. Далный. Восточный. Бестеред даже. Яблоко. Апорт. Семеренка. Чернослив исполинская. Не исполинский, а исполинская. Представляете? Если бы написали исполинский, понятно, речь идет, что плоды огромные. А исполинская. Тут уже все гадает. И смотрите сюда. Видели? Вот. Вот эти вот розочки приводятся в Средней Азии. Это я вам железов говорю. Видите? Я вам покажу потом еще ниже. Другой год. Вот смотрите. Вот эти же розочки. Да. Вот рядом плакат. Вот. Естественно, что все они якобы из Алтая. На всей территории от Урала до Приморья везде говорят с алтайского питомника. О чем алтайцы даже не догадываются. Ну, понатык она понятно отовсюду. Сборная профсоюза вот эти фотографии. Вот. С вами все ясно. Теперь ясно, если здесь стоит. Вот они саженцы. Вот. Шок привело в то, что саженцы обрезаны. Никогда, ни до, ни после я не видел на рынке обрезанных саженцев. Вот. Но, тем не менее, если вы видите эти розочки, если вы видите эти розочки, вот они. Это все Средняя Азия. Ну, здесь там выдает акцент. Никто из саяногорцев, кроме моей жены-учительницы, не обратил внимание на акцент. Покупали, естественно, как алтайские. Естественно, две огромные фуры. Это, наверное, не тысячи, а десятки тысяч. Были проданы. Я сфотографировал, я ходил. Потом каждый день все равно мимо проходишь. Под ними всегда лужа воды. Уже через месяц они долго стояли. Где-то почти месяц. Они уже были вот такие. Это другой снимок. Тоже алтайский. Чуть не сказал алтайский. Типо мне на язык. Среднеазиатский. Вот. Они уже такие в июне. И в машине с этой вот самой красивой фотографией. То есть это стендом. Они тоже были вот такие вот красивые. Уже проросшие. Их все купили. Так вот, я железу. Не видя судьбу ни одного из них. Я вам говорю, все они мертвы. И не только потому, что позже посажены. Потому что в Средней Азии я был. Вот. Чуть не сказал. Пиво-мед пил. Пол сам текло. Я там был в командировке почти два месяца. Я был январь-февраль. Один раз выпал снег в Таджикистане. Три дня продержался и растаял. Вот. Это и все. Потом была телепередача. Нормальный центральный канал. В ужасе написали новости из зарубежья. Что в Таджикистане 20 градусов мороза. Гибнут сады. 20 градусов. То ли гибнут, сказали, то ли погибли. 20 градусов. Минус 20. Вот. Везут 40 градусов в Сибирь. Вот. Весь Саяногорск раскупил. Вот. Идем дальше. Это другой продавец. Понятно. Тут масштабы другие. Фурами завозят. Потом месяц-два их гноят. В этих самых мешках. Пойдем дальше. Это из посылки знаменитого питомника. Вот. У меня как получается. Я-то человек простой. В Саяногорске. Ну то есть. Меня тут никто не считает суперспециалистом. Как допустим считают канадцы или китайцы. Вот. А здесь я нормальный мужик. Но тем не менее. Меня хорошо знают. Звонок Константинович. Можно при вас открыть эту посылку. И я открывал посылки трижды. Первое. У меня не было фотоаппарата. В майне. Я. Это самое. Меня остановили. Меня в лицо знают. Сотни передач по местному телесу. Сотни. Я не привеличиваю. Вот. Меня знают. Остановили. Мы сейчас посылку будем скрывать. Вот такое совпадение. Мне всегда. Вся моя жизнь совпадение. Или наоборот. Это не совпадение. Открыли. А там было все в зеленых листьях. И запах гниения. Ну. Догадайтесь. Она еще пустится в те годы. Но это было много лет назад. Потом вот эту вот. Мы вскрыли. Вот. Естественно. Что. Понятно. Если уже черные эти. Штамбы. То. Комментарии не нужны. Вот. В чем ее проблема в этой посылке была. Она была. Ну. Вот. Не догадался я все подробно. Они были. Знаете. Такой клинообразной. Такой. В виде пирамиды. Бумажная упаковка. Ну. Довольно плотная бумага. Но не картон. А вот эта. Есть такая бумага. Вот. Естественно. Что они все высохли. Они просто сохли в ней. Вот. Тот. Кто думает. Что вот. Вот здесь вот. Если сыра. Он забывает. Что. Высасывает. Все. Всю влагу. Об этом забывает. Вот. И дальше пойдем. Там. Посылочка. Вот такое. Меня. Прямо. Такие. Это. Распирала. Меня. Тоже. Мне пришлось. Приехать. национальную почту. Человек. Который. Ну. Семья. С женой. Они нисколько не сомневались. Что их надуют. Вот. Выписали. И говорят. Константин. Сейчас. Наверняка там. Дрянь. Наверняка придется. Акс оставлять. Пожалуйста. Поучаствуйте. Ваша фамилия. Вы же жили. Да. Мне же интересно заглянуть. Заглянули. Что я увидел. Ну. Изувеченный. Это. Само собой. Абрикос. Правильно. Вот. Вот. И главное. Вот это я тогда. Впервые увидел. В натуру. Вот эти вот. Искусственные корни. Вот эти змеевидные. Это когда. Их. Палки втыкают. Проращивают. Вот. А потом. На них же прививают. Не. Потому что. Это не сеянцевая. Как я долблю. Весь всю страну. Весь мир. Что питомники перешли. На эту дрянь. На клоновые. Искусственные. По двое. Корни. Плюс. Прививка. Окулировка. И вот это. В сумме. Дает. Инвалиды. Первая группа. Ни второй. Ни третий. Первый. С коротким веком. Вот. Естественно. Центрального корня нет. Естественно. Глубоко они расти не будут. Естественно. Они будут в промороженной зоне. И т т т т т т т. Хватит вам голову морочь. Идем дальше. Вот. Вот этот я вам показывал. Ну нельзя высылать. Мокрыми. Буквально. Они же. Мокрые были. Когда. Это самое. Их доставали с посылки. Вот. Гниют же. А вот это привезли к нам рак. Я его называю раком условно. Потому что на одних деревьях. Деревья гибнут тысячами. Яблоневые сады исчезают бесследно. Только топор. Вот. А я говорю. Когда вы писаете саженцы издаля. Думайте. Надо ли было это делать. Я предлагаю. Огромное количество семян. И подвойных. И привойных. Они друг с другом срощены. Они друг с другом. Это самое. Совместимы. Они из смешанного сада. Долго рассказывать. Все преимущества. Вот. И посадите на месте. И не придется пересаживать. И корни не изувечите. И стопроцентная переживаемость обеспечена. И ты-ты-ты-ты-ты. Вот. Нет. Надо выписать вместе с болезнями. Сейчас это. Может быть с одного дерева началось. Это. Привезенного или присланного. С других регионов. Вот. Это. Уже устал комментировать. Вот она. Москва. Второй раз показываю. Извините. Вот. Не понимают они. Вот я покажу сейчас крупный план. Вот не этот. И не этот. Сейчас. И не этот. А вот. Это тоже из этой коробки. Да. Корней нет. Это никого не волнует. Вот. Главное то что. Может там и было сыра. Ну. Месяцами стоит. При 20 градусах. 25. В этом. В магазине. Месяцами. Вот эти вот обрезанные веточки. Они не замазаны. Все давно испарилось. Он давно мертвый. 100%. А его продают. Продают. И к весне наверняка все раз продадут. Иначе бы они там не стояли. Вот это вот реальность. Это фирменный магазин. Знаете. Я вам сейчас скажу. Я потом хотел эти уже картинки рассказывать. Отдельно. Так называемое. Околосадовое рассказы. Я вам сейчас скажу. Я подошел. Говорю. Фотографировали тайком. Меня Марховская Ирина прикрывала. Вот. Своей хрупкой спиной. Вот. Пока я фотографировал. Потом подошел. Говорю. Откуда привезли это. Они. Главное сразу. А. Товароведу. Зовите товароведа. Пришла товароведа. И говорю. Откуда это. Счастье. Москвичам. Она. Главное. С запинкой. Молчала. Молчала. С Польши. Ну вот. Пожалуйста. Кто знает. Кто географию учил. Ну я. Пятерку мне было. Твердая. Я столько знаю по географии. До сих пор многое помню. Мне кажется. Меня. Судьба готовила. Это. Именно к садоводству. И привела в Москву. И вот этот разговор. Ну кто из вас. Троечники. Извините. Можете обижаться. Я вас называю. Москвичей. Которые это раскупили. Троечниками по географии. И не сомневаюсь. Что я не ошибся. Троечники. Троечники. Где Польша то. А. Вспоминайте. Рядом Украина. Рядом Германия. Рядом Юг Украины. Вы что. Не знаете. Что это самое. Там. Футбол зимой играют. На зеленых газонах. Ну. Может не каждый год. Ну. Куда. В Москву. А фирменный магазин что. Одни москвичи посещают. Мне надо было купить в Сибирь везти. Обязательно. Нет. Вот. Обязательно надо с севера на юг. С юга на север везти. Почему не с севера на юг.